Всем привет! С вами Юлия Лысенко. Вы смотрите программу «Отдел кадров». Сегодня мы покажем вам, как снимали свое видео «Ёлка» и «Бурита» на песню «Ты знаешь». Это будет необычная программа, необычное видео. Почему необычное? Да потому что снимали они его на мобильный телефон. Что из всего этого получится? Смотрите в нашей программе. Сегодня в программе. «Ёлка» и «Бурита» сняли клип на мобильный телефон. Мы выбрали путь простоты. Сколько денег потратили артисты на новое видео? И почему им пришлось лазить без страховки по крыше? Я познакомилась с «Ёлкой» 8 марта 2008 года. В этот день в московском доме ученых на Причистинке она снимала клип на песню «Не падай духом». Давай! Только не падай духом, посмотри вперед, и в близкие тебя поддержат, и всегда поймут. Ее необычный тембр. Особенный стиль и, конечно, я бы сказала, странные манеры поведения на сцене всегда заставляли меня, скажем так, не переключать телеканал, если по нему показывали Елизавету Вальдомаровну Иван Цыпь. Именно так звучит настоящее имя «Ёлки». «Ёлка!» «Ёлка!» Свой псевдоним она, кстати, не придумывала в специальном. С 11 лет ее все стали называть «Ёлкой». После того, как один из друзей ляпнул «Ёлка!», кто-то услышал и понеслось. Я не хотела, но в сердце моем порох. Ну а сейчас 2014-й. И за эти 6 лет моего знакомства с «Ёлкой» в ее творчестве произошли глобальные перемены. Ничего я не хочу терять. Она начала сотрудничать с Velvet Music, попробовала разные стили в музыке и даже сменила имидж. Когда «Ёлка» впервые появилась на сцене, она сама описывала свой стиль как пацанский. Сейчас же глаза не перестают радоваться от женственных образов певицы и удивительно нежного макияжа. Может, тому вино ее визажист Ольга Романова, который в своем популярном микроблоге последнее время очень часто демонстрирует преображение певицы. На разных языках тот же одинокий смысл, под разными одеждами все мы похожи. На этой ноте мы ставим жирный лайк и переходим ко второму герою нашей программы. Здесь совсем все сложно. Запутавшись в количестве вариантов имени, я расскажу вам сразу все. Знакомьтесь, Буррито, он же Гарик, он же Игорь Диэмси Би, участник группы Бандера. Нажимай лайки, нажимай лайки, качай, пока не потерял сознание. Все в онлайне и мир на грани, в этот шутер мы еще не играли. Песни «Ёлки» и группа Буррито, ты знаешь, союз ярких личностей. Скажи, пожалуйста, кто был инициатором создания дуэта записи, кто кому позвонил и предложил записать дуэт? Мы вынашивали идею дуэта уже очень много лет, но так как я в принципе не пишу песен, и себе песен я тоже не пишу, автором песни является Гарик и проект Буррито, поэтому получается, что любезно пригласили они меня поучаствовать в этом проекте. Это песня о чувствах на кончиках пальцев, песня о настоящем, а самым сокровенном. Вот твой полуоборот, это идеальное сейчас положение. Поехали! Ты мой закат, ты мой рассвет, это музыка, с тобою секрет, время пыль, без тебя меня нет. Ты знаешь обо мне, все, что можно знать. Ты знаешь обо мне, все, что можешь знать только ты. Идея снять бюджетный, но очень творческий клип принадлежит Гарику. Чего мы пытались добиться при съемках этого клипа, даже не показать, а сверхзадачу. Доказать людям, что красота, она рядом, открыл окно, вот она здесь. Главное ее увидеть. Главное увидеть, почувствовать и передать. И, конечно, самое невероятное в этой истории, то, что видеоклип на совместные песни артисты решили снять на обычный телефон. Мы выбрали путь простоты. Не примитивизма, а простоты. Да-да, никакой профессиональной техники. Ну, пожалуй, за исключением пары оптических линз для телефона. Как же страшно, я бы ни за что не залезла на крыши дома без страховки. Мы там снимали на 50 этаже, плюс там еще снимали на крыше, где было очень-очень и очень холодно. Единственный дождливый день этого лета. Но что не сделаешь ради творчества? Ух, аж мурашки по телу. Кинематограф плачет. Почему, спросите вы? Да потому что теперь видеоклип возможно снять даже на мобильный телефон. Без помощи специальных камер, фотоаппаратов и прочей необыкновенной техники. Главное, хорошая идея. Смотрим новый видеоклип «Елки и Буррито» в эфире РУ-ТВ. Продолжение следует...